Друзья, с вами огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Ancestors, и как в прошлом выпуске я сказал, давайте начнем новый род, мы этот затирать не будем, мы просто начнем новую ячейку, с прошлым как раз прохождением ничего не случится. И здесь у нас с вами есть два режима, выживание и новичок. Выживание это где-то в Африке 10 миллионов лет назад, то есть вы сами по себе просто выживаете и делаете все что хотите. А вот все-таки новичок это пройдите по стопам предков, то есть мы можем выбрать новичок, а вот здесь уже выбрать, например, полная свобода. То есть без элементов худ, без обучения. Здесь минимум элементов худ, полное обучение, то есть мне кажется полная свобода, это будет просто шикарно. Ну давайте выберем самочку, опять же без разницы, начинаем игру. Так вот, проблематика предыдущего выживания за пушистиков наших в том, что нам с вами просто нужно возвращаться обратно в болото, в озеро, ну то есть там лес как раз после болота, где озеро большое. Там все исследовать, добывать все как раз эволюционные достижения, именно смотреть в выпусках, это будет мне кажется довольно-таки скучно. Правильно сделаем, вот это мы с вами все пропустим, сейчас основано на реальных событиях, это все было. Так вот, если мы сейчас с вами все правильно сделаем, это просто вот будем потихонечку продвигаться из зоны в зону, это будет гораздо интереснее. Как помните, мы с вами выявляемся, ну в самом начале там заставочка, то что детеныш теряет маму или кого-то там, может быть самца, может быть папу. Нам прямо сейчас нужно найти укрытие и спрятаться в нем. Секунду, давайте поставим на него отметку. Вот, побежали. В этот раз теперь гораздо проще все и укрытие найти и все. И действительно нету никаких элементов пользовательского интерфейса. Прикольно. Это действительно гораздо круче. Хорошо, детеныш прячется, пропускаем заставку. Переключаемся сейчас на самочку. Вообще ничего нету, ты посмотри, невыносливости, ничего нету, ни нейронных связей не отображается. Класс. У нас с вами, вау, просто чистый экран. Слушайте, это круто, мне прямо это очень нравится. Ничего не известно, то есть это на все сегодня с вами нужно будет как раз исследовать. Ну что, побежали туда. Возьмем палочку. Я не могу, кажется, переложить из руки в руку. У меня пока что этого навыка нету. Я даже не вижу, насколько у меня заполнен нейронный этот самый круг. Может быть потом появится. Ладно, хорошо. Пока что брось ее. Вообще, вообще возьмем с собой. Пригодится. Может пригодится действительно. Вдруг кто-то нападет, тогда попытаемся отмахаться. И идем за детенышем. Тем более, я когда играл здесь как раз, назовем это джунгли, я не знал, что можно прыгнуть и уцепиться за что угодно. За лиану, за листья. Просто нужно в прыжке, когда ты летишь, зажать клавишу А. Ну на этом геймпаде от Xbox'а. Клавишу А зажать и удерживать ее. Соответственно, таким образом ты зацепишься. Так, давайте. А, я приложить не могу, да? Я не могу приложить другую руку. Детеныш, держись, я за тобой иду. Плюс у нас с вами погибло огромное количество тогда обезьян. Я именно это хочу еще исправить, чтобы у нас с вами был максимально большой трайп. Я не знаю, какой здесь максимум. Эй. Там змея? Там где-то змея. Да, там где-то змея. Секунду. Где? Давай слух. Вон там. Ну мне кажется, это довольно-таки далеко. И вот там еще кто-то. Да, понятно. Я к ним не подойду. Детеныш. Хорош орать. Как тебя достать отсюда? Почему я не могу достать его отсюда, а? Потому что мне нужно их сначала прогнать. А, у меня элементов в худ нету. То есть все по слуху, я понял. Вау. Все полностью по слуху, ты представляешь? Я об этом даже не подумал. Насколько это все жестко. Обалдеть, это круто. Спасаем детеныша. Давайте убирать заставочку. Мы сюда вернемся. Чуть-чуть попозднее. Прямо сейчас просто бежим домой. А дом наш, нужно на самом деле его найти. Дом наш находится вот там. Вот давайте поставим меточку. Есть, окей. Нужно сразу будет сделать эволюционное там как раз открытие. Ну, я имею ввиду просто изведать то место. И потихоньку бежим туда. Также нужно будет себе, наверное, изначально базальт достать. Ну, то есть сейчас все с вами будем делать. Прямо подробно, подробно. Выпуски будут, наверное, побольше, чем предыдущие. Не по длине, не по 20 минут. Но и монтажа будет поменьше. То есть что я буду убирать под монтаж? Например, когда я там 10 палок делаю, да? То есть я первую показал, 9 остальных вырезал. Или когда там забор делаю в большом количестве. Ну, посмотрим. Посмотрим, что-то такие какие-то совсем неинтересные, повторяющиеся моменты. Буду абсолютно точно убирать. А все остальные действия оставлять, потому что, как видите, у нас с вами полное погружение. Без худа это вообще шикарно сделано. Я не знаю, я сейчас заберусь здесь или нет. Вообще, мне кажется, мне нужно немножко отдохнуть. Нет. Сначала нужно забраться куда-то, где можно отдохнуть. Вот здесь можно отдохнуть. А теперь отдыхаем. Все окей, полезли наверх. Я даже не знаю, вот что у меня там с выносливостью. Как мне определить, выносливость закончилась или нет? Она, по идее, должна медленнее перемещаться, наверное. Сложно сказать. Нам сейчас нужно обязательно детенышей нарожать и начинать заниматься нейронными связями. Ух ты, фига мы с тобой забрались. Есть, класс. О, такая милая заставка. Еще одна самочка. Ну да, то, что там не вернулся самец или самка, это, конечно, их опечалило. Все дела. Все расстроились. Давайте продолжать. Это мы с вами уже видели. Так, теперь нам с вами научиться нужно самым базовым вещам. То есть, осмотреть все подряд. Там сорвать, например, ну, это мы сорвали. Дальше, посорвать, например, Стангерий. Опять же, выучить, что такое Стангерий, да? Есть, окей, это сделали. У нас с вами уже здесь есть постели, но я думаю, что еще одну постель сделать не помешает. То есть, больше их исследовать не нужно. Таким образом, мы с вами сейчас будем по чуть-чуть как раз получать нейронные связи. А дальше можно будет прокачать как раз возможность носить все в двух руках. Но, опять же, все нужно будет осмотреть, все нужно будет проверить. То есть, например, вон обсидиан валяется. Это нужно осмотреть. Нет, секундочку, возьми. Посмотрим, что это такое. Опять же, каждую анимацию, когда она что-то осматривает обезьяны, имею в виду, я буду вырезать. То есть, ну, смысл. Просто одна и та же анимация, просто с разными вещами. Потому что так просто будет быстрее и не будет растягиваться таким образом выпуск. Соответственно, это кладем сюда. Дальше мы теперь можем построить... Жесть! Никаких вообще надписей на экране нету, представляете? Ну-ка, эволюция. Хорошо, что я все помню. У нас с вами есть изначальная мутация у этого детеныша метаболизм. Способность анализировать окружающую среду с помощью интеллекта можно развивать. Понятно. То есть, нам нужно продолжать что-то делать руками. Продолжать все подряд исследовать. То есть, мы сейчас можем... Смотри. Нет, во-первых, вот это вот нужно понюхать, да? То есть, понюхать. Это прям сложно. Сидим. Это прям очень сложно, когда у тебя вообще ничего нету. А как понимать, что ты, например, получил эволюционное достижение? Но, в принципе, это нужно знать, что за это и есть эволюционное достижение. И, типа, запоминать. То есть, вот прям ужас-ужас. Опять же, воду. Смотри, воду нужно опробовать, да? Класс. Давай, пей. Интересное кино. Это получается не то, чтобы даже полное погружение. Это сверх полное погружение, когда у тебя вообще ничего нет на экране. Ты вообще ничего не понимаешь, что сделать можно. Так, давайте смотреть тогда, проверять. Я не знаю, мы с вами получим какие-нибудь достижения. То есть, будет ли отображаться, что мы получили какие-то достижения. Вот видишь, смотри. Мы разблокировали нейрон, оформившийся нейрон, да? Двигательная функция. Теперь вы можете перекладывать предметы из руки в руку. Мы его оформили, но, типа, вообще непонятно, да? То есть, когда у тебя совершенно нет элементов худ, это как-то, мне кажется, очень сложно. В том плане, что это придется постоянно проверять, вот так вот ложась на постель, оформилось у тебя же хоть что-то или нет. Будем сейчас пытаться все сделать по-новой. Ну-ка, давай. Здесь нужно все четко. Во, хорош. Давай же. Есть, отлично. Исследуем. Как помните, это у нас с вами скребочек. Только мы таким образом же, наверное, знаете, что будем? Мы же вообще надписи будем какие-то различать или нет? Да, Стангера и Шиштистая. Хорошо. Здесь что-то неизвестное. Ну-ка, скребочек я могу так изучить? Посмотрим. Обсидиан. Дальше вот это. Скребок с Обсидиана. Дальше нужно сделать обязательно открытие, у нас с вами появится метеорит. И после этого как раз отображения метеорита мы с вами появляемся где-то наверху на дереве. Мне, честно говоря, не очень нравится, что это так сделано. То, что нас на дерево закидывает. Тихо. Так вот, действительно, можно, смотрите, за листву цепляться. И держаться за листву. Потом прыгнул, зажал А, там, зацепился за дерево. Естественно, в самом начале я этого не знал. Здесь у нас с вами, кстати, да. Это тоже нужно съесть. Секундочку. Все, нюхать нужно по новой. Обалдеть. Интересно, а могу я, например, в параметрах игра включить обучение. Выключено видимость элементов худ. Вот, смотрите, минимальное. Вот, поставить вот так вот. Сохраните, выйти. Назад. Продолжить. Что я буду видеть? Хоть что-нибудь буду видеть? Где элементы худ? Ну-ка. Никаких элементов худ нету. Все равно. Это из-за того, что у меня изначально такой выбор был сделан? Нужно перезапустить игру или что? То есть там с вами опять неизвестна какая-то вещь. Но это, естественно, мед. Это просто нужно подойти и следовать. Тихо. Вот, найдено новое место пчелиной улей. А, спасибо. Давайте вот так вот. Когда нам хотя бы что-то подсказывается. Ну, не то чтобы подсказывается. Хотя бы название приходит. И хотя бы нам вот как раз оформивший синейрон как раз показывается. Потому что без этого совсем сложно. Опять же, мы сейчас с вами получаем бонус к защите от перелома. И защиту от обморожения. Ну, от холода. И абсолютно непонятно, получили мы это или нет. Потому что этого элемента худо нет. Ладно, в принципе, вот так вот с минимальными поиграем. Просто хотя бы для того, чтобы видеть, есть ли у нас какое-то эволюционное достижение или нет. Так, давай-ка потрясем это добро. Есть, отлично. Так, а могу ли я отсюда допрыгнуть туда? Да, наверное, могу. Давай. Отлично. Эй, тихо. Это потому что клавиша прыжка в лаза зажата или что? Ладно, погнали с вами наверх. Я хочу взять сейчас драгоценный камень. Это нам, по идее, должно дать эволюционное достижение. Вроде он здесь лежит. Во, я вижу, что я устал. Это только так. Теперь заметно. Хорошо. То есть это заметно только потому, что обезьяна стала медленнее забираться. Где драгоценный камень? Здесь где-то? Вот он лежит. Хорошо. Осматриваем. Просто очень важно, чтобы были пометки об эволюционных достижениях. Потому что по-другому мы с вами замучаемся это все дело исследовать. Можно что-то пропустить, что-то забыть. Нет? Вот, ну наконец-то, слава богу. Потому что вот это вот действительно нужно. Все остальное ерунда. Так, это бросаем с вами. Это нам с вами больше не нужно. Мы его нашли. В принципе, можно взять кокос. Я там, конечно, стряс несколько штук. Но можно взять вот так вот, его, естественно, обнюхать. Это базальт здесь или гранит? Ну-ка, это базальт. Это абсолютно точно базальт. Секунду, во-первых, давай попытаемся интеллектом тебя, нет? Типа неизвестно. Хорошо, договорились. Понюхаем. А вот теперь? Ну, теперь все уже понятно. Ладно. Опять же, этот куст мы с вами не можем так исследовать. Вот брось, пожалуйста, да? Если я встану. Встать. Я даже встать не могу, зараза. Потому что я не могу носить в двух руках. Так, вот это прикольно. Это, естественно, все нужно будет по новой как раз прокачивать. Делаем с вами инструмент из базальта. Новый инструмент. Базальтовый резак. Так, все хорошо. Так, бросаем обычный базальт. Секунду. Берем с тобой кокос. Изменить. Нет, не так, наоборот. Хорош, отлично. Давай, исследуем. Это, я как помню, от отравления. Ну, то есть, нам ничего не показывается. Нужно запоминать. Ну, то есть, вот это вот действительно такое, знаете, выживание будет, когда ты все, в принципе, помнишь, что, ну, что за что дается. Вы усвоили питательные вещества из медалей. Хорошо. Да уж, неожиданно. Да уж, неожиданно. Я думал, что это будет как-то попроще, но здесь прям действительно очень жестко. Теперь, мы с вами должны из палочки сделать, точнее, мы с вами из обычной ветки должны сделать палочку. Давай. Окей. Есть. И, естественно, дальше с вами делаем острую палку. Точно, у меня только один детеныш на спине. А знаток инструментов камни вы использовали базальтовый резак минимум в два раза. Но, если не ошибаюсь, нужно там пять раз использовать. Есть такое достижение. Это, на самом деле, не самое главное. Самое главное, это научиться в самом начале вот все правильно делать. Секундочку. Так, мы это с тобой пока что здесь оставляем. Где мои сородичи? Секунду, давай. Нет. Ладно, хорошо. Сделаем вот так вот с тобой, сородичи. Там у нас с тобой два самца. Тут. Самец. А самочки есть? Или с самочками беда? Ну-ка. Самец. Что творится? Вот, самочка, наконец-то. И это старая самочка. И детеныш. А, еще один детеныш есть. Хорошо. Ребятенок, ты что здесь забыл? Иди ко мне. А то я очень мало получаю. Так. Соответственно, мы сейчас можем с вами... Нет, наверное, значит что? Наверное, мы не можем. Потому что у нас с вами два детеныша. Вот этой самочкой ничего не родим. А вот этой вот самочкой... Давайте переключимся на нее. Гир. Ай. Нет, это ее дети. Это ее дети. Так что... Я могу тебе детей передать? Нет? Нет, навряд ли. Хорошо. О, я спать хочу. Зашибись. Ладно, пошли просто поспим. В первую очередь посмотрим, что мы там прокачали. Нормально. Здесь у нас с тобой появляется действие с предметами. Ловкость рук. Теперь вы можете перекладывать в движение из руки в руку. Но это типа такое. Это абсолютно не важно. Здесь можем выбрасывать предметы во время движения. Хорошо. Дальше не оформилось. Нужно еще все слушать, все нюхать. Это память. Дальность обнаружения несъедобных ресурсов увеличена. А, ну это навсегда понятно. А вот это нужно развивать. Давайте поспим. Нужно ориентироваться по свету. Носорог. Почему мне носорог снится? Жесть. Я думал сны относятся к тому месту, где ты живешь. Но видимо нет. Итак. Нас с вами нужно поесть, попить. Сейчас быстренько все это сделаю. И скрестить наших обезьянок. Потому что нам нужно еще два детеныша. Абсолютно только непонятно, сколько нужно есть. Вот как мне это сейчас определить? Но будем просто вот считать. Там, наверное, четыре ягоды примерно нужно. Я помню. Листочков нужно гораздо больше. Вот этих, которые от холода дают защиту. Ладно, пускай будет так. Ты старший особь? Нет, взрослая. Во. Давай-ка попытаемся с тобой пару образовать. Ну, плюс общение. И нейроны показаны. Это прям важно. Есть. Новая пара образована. Пойдемте попытаемся детишек как раз зачать. Потому что я, честно говоря, не помню. Возможно это сделать в самом начале или нет? Так, хорошо. Этих скинули. Это тем более не мои спиногрызы. Давай, иди сюда. Давай своих рожать. Тоже, похоже, без мутации. Ну ладно, хорошо. В самом начале, видимо, не дается. То есть нужно немножко раскачаться. Далее. Смотрим. Ты у нас, самочка. Это твои дети, да? Гир, ай. Это твои дети. Это старшая. Да, старший особь. А остальное все самцы. Ну-ка еще раз. Включаем слух. Слушаем их. Да, самец. Здесь. Мне кажется, вот эта серенькая, это значит, что старший особь. Скорее всего, да. Секунду, а с тобой-то что? Почему он таким розовым подкрашен? С тобой что-то случилось? Тебе немножечко... Нет, это взрослая особь, но ему просто немножко холодно. Здесь. Самец. Старшая особь. Да, та же самая история. Так. С вами дальше делаем вот это дело. Нужно сходить немножко медка поесть. Новый способ удаления лишнего. Если я не ошибаюсь, мед был от... Яда и... Что-то еще, я не помню. Может, пищевое отравление? Или перелом? Не помню, честно говоря. Давай бегом сюда. Сразу сходу достаем немножко меда. Но можно на самом деле поесть. Хотя, давай-ка на самом деле с тобой обнюхаем. Вроде они меня не грызут, да? И поедим. Вы усвоили питательные вещества из насекомых. Хорошо. А, это как раз метаболизм. Прикольно. Прогресс решения проблем. Вы воздействовали на пчелиные ульи подходящим инструментом минимум два раза. Шикарно все. То есть, плюс знаток инструментов. Деревья, растения. Вы использовали стебель стангерии. Шерстистый как инструмент минимум два раза. Тоже. Смотри, сколько сразу, да? Вот прям изначально дается. Обалдеть. Дождь закончился. Но все равно мы сейчас с тобой, наверное, что мы сделаем? Возьмем, съедим как раз от холода. От холода и перелома. Потому что это очень важно. Плюс, я думаю, нужно обязательно сразу качать нюх. Я не могу понюхать, да? Почему я не могу понюхать? Ну-ка еще раз нюх. Давай нюхаем. Оформился нейрон. Хорошо. Органы чувств. Дальше. Та же самая фигня с интеллектом. Нужно все изучать. Брось, пожалуйста. Это здесь не нужно. Органы чувств. Интеллект пошел. Все хорошо. А там у нас с тобой мертвый геминид. Запомним. Там не только мертвый геминид. Там еще и... Секундочку. Это что такое? Это, наверное, хлопок там. Да, скорее сюда. Так. Наверху что-то есть неизвестное? Ну-ка. Ветка. Если не ошибаюсь. Мы можем начать качать прямохождение прямо вот здесь вот. Просто ходя немножечко вот так вот по воде. Если не ошибаюсь, это откроет доступ к нейрону. Если вообще, то можно туда сейчас прокачать. Потому что не факт. Возможно, немножко рановато я это делаю. Но вроде именно это как раз прокачивает. Ладно. Бог с тобой. Не качается. Возьмем немножечко вот этого добра. Теперь изменим. Шикарно. Узнаем. Все, с хвощом тоже разобрались. Это у нас добро теперь есть. Использовать могу. Я не помню, дает ли это защиту превентивно от этого самого кровотечения. Надеюсь, что дает. Ну и опять же, можно там второй раз то же самое сделать. Просто чтобы было. Как я помню, вот здесь вот должны быть эти самые. Вон, камни. Из них можно что-то добыть сейчас. Да? Давай исследуем. Новое место сбора. Здесь грибы. То есть та же самая история. Берем. Исследуем. Ну, типа, лучше их не кушать. Потому что сейчас будет пищевое отравление. Точнее, несварение желудка. Пока что мы с вами можем положить их где-нибудь вот здесь вот. Потому что по идее, как... Смотри, давай-ка мы с тобой бросим. Есть, бросил. Отойдем в сторонку. Исследование. Еще раз исследование. Посмотрим на него. Да. А, его даже перетирать нельзя. Все, я понял. Его можно только съесть и получить несварение. Спасибо. Ну и защиту от отравления. Из-за того, что абсолютно непонятно, насколько мы прокачались, предлагаю лечь на постель. Включить эволюцию. А прокачались мы, на самом деле, неплохо. Мы очень много всего оформили. Ты смотри. Здесь кинесик. Это общение. Хорошо. Дальше у нас с тобой. Нужно больше общаться там с ними. С ватик. В некоторых случаях науки общения можно развивать по разным направлениям. Здесь требуется больше, ну понятно, больше взаимодействий. Тут у нас... Восприятие. То есть это слух-нюх. Дальше можно будет развивать. И это у нас с тобой интеллект. Та же самая история. А, сюда можно прям прокачаться. А сюда прям прокачать можно. Интересно, как мне сейчас прокачать двигательную функцию. Именно хождение на двух ногах. Все-таки мне кажется, это хождение по воде. Разве нет? Странно. Может быть, когда мы с вами можем... А! Когда мы с вами сможем взять в две руки, тогда скорее всего прокачается. Все, точно, я понял. Давайте прямо сейчас немножечко вот эту палку заточим тоже. Нет, это брось. Просто нужно продолжать развивать руки. Погнали. Хорошо. Это бросим здесь. Инструменты терять не нужно. А здесь гранита нету разве? И вот это место, вот это нужно исследовать. Смотри. Да. Нужно подойти и исследовать. Новое место сбора. Окей. Оба. Я прям рыбину поймал. Прикольно. Вот это действительно прикольно. Раньше я здесь постоянно ловил только этих самых, как у ураков. Сноток инструментов. Деревья и растения. Вы использовали заостренную палку. Секундочку. А почему я не могу? Да не нужно ничего бросать. Подожди. Ну-ка, я же могу снять, нет? Новый нейрон. Двигательная функция. О! Ты прикинь, я почему-то не могу ее снять с палки. Очень странно. Вроде же должно быть все нормально. Ну-ка, переложил. В чем проблема-то? И это мы с тобой можем делать. То есть, подожди, может быть просто что-то нужно прокачать? Смотри, я все правильно нажимаю, только она ничего не хочет делать. Ладно, пока что валяйся здесь. Посмотрим, что за двигательная функция там. Возможно, ловкость рук получше стала, да? Нет. Это прямохождение. Ситуативный ортостаз. Я теперь вставать могу. Из-за чего? Из-за того, что я все-таки по воде ходил. Нет, теперь вы можете замечать больше удаленных предметов с помощью... А, нет, странно. Замечать больше вещей с помощью интеллекта. А, я понял, что это такое. Все, я понял. Это мы с вами нажимаем Y. Включаем интеллект. Встаем. И вот теперь, да, вот так вот я могу встать. Все хорошо. Там, вот там вот гранит. А это не могу исследовать. Нет, пока что нет. Погнали, немножко еще руками поработаем. Во-первых, исследуем вот эту фигню. На самом деле, вот делать все вот эти инструменты нужно... То есть, ну, ограниченное количество раз. А потом просто для того, чтобы прокачиваться. Или прокачивать какие-нибудь нейронные связи. Ну-ка. Есть, хорошо. Таким образом мы себе забабахали сейчас все инструменты. То есть, все они у нас будут лежать вот здесь вот. Это же то, что нужно, да? Ну-ка. Непонятно. Давай переложим. Посмотрим. Да, это обычный гранит. Попытаемся сделать еще один инструмент, чтобы у нас появилось эволюционное достижение. Я правда не помню, нужно это или нет. Так, ну попробуем. Да. Вы использовали гранит как инструмент минимум два раза. Все, хорошо. Если не ошибаюсь, то же самое с базальтом нужно провернуть. Там, не знаю, с обсидианом. Есть, отлично. Так же, вот здесь вот достижение. И вот здесь еще должен быть базальт. Давай. Грибы. Подожди-ка, грибы. Грибы, грибы. Везде грибы. Ты сейчас шутишь? Может быть там еще есть? Ну вот, просто так базальт валяется. Хорошо, я понял. И здесь тоже у нас с вами появляется достижение. Сделал еще один резак. То есть резаков сейчас огромное количество. Давайте все обнюхаем. Так, это все знакомое. Вообще, может быть ты встанешь? Вставай. Там кто? Грибы. Там. Самец. Секундочку. Этому самцу что-то нужно принести. Хорошо. Так, это ерунда. Тут у нас с тобой наши. Таким образом сейчас прокачаемся. Еще наши. Наверху. Самочка. Подожди, ну это свои. Да, это свои. А вот там нет. Но я даже не знаю, сходить что ли до него, да? Давайте сходим. Сразу возьмем для него листочек, потому что он одновременно от холода, от чего там еще, перелома. Мало вероятно, что там кровотечение. Скорее всего это либо перелом, либо еда, ну либо вода. Воду он тоже дает. Так что это сразу нас с вами закрывает. Три потребности. Правда, самец-то мне не очень нужен. Мне бы самочку еще одну. Привет. Что с тобой? Ты голоден? Может быть он отравлен? Ну-ка. Спокойно. Давайте к нему. Привет, дружище. Держи. Он съел. У нас новый член стаи. От жажды. Мучился от жажды. Хорошо. Давай за мной. Смысл нам, конечно, счет одного самца я, честно говоря, не знаю, но пускай будет. Все, стой здесь. Окей. А я пойду немножко покачаюсь и посплю. Так, это у нас с тобой, это органы чувств. Обоняние. Нужно больше слушать, на самом деле. Честно говоря, что-то как-то маловато здесь все прокачалось. Мне кажется, нужно немножко получше руками поработать. И может быть даже еще немножко походить. А может быть чаще нажимать, чаще вставать и слушать. Вот так вот. Вот так вот вставать. Опа. Плюс двигательная функция. А я что сказал? Что такое? Это что там такое? Секунду. Почему там упростительный знак? Это колючие кусты, что ли? А, это колючие кусты. Просто хорошо, я понял. Ну-ка. Давай сейчас это прокачаем. То есть вначале никаких проблем как раз с этим нету. И вот смотри. Я вот что хотел на самом деле сделать. Смотри, у нас это было раз, два, три. Это четвертая способность. Вертикальное положение и органы чувств. Теперь вы можете что? Немножко ходить, да? Замечать больше удаленных предметов с помощью органов чувств. Подожди, а это что такое? Чувство равновесия. Вот, чувство равновесия. Теперь я могу вставать. Да. А, необходимости встать и пройти несколько метров. И чтобы качаться дальше... Воу-воу-воу. Игра, ты чего? Чтобы качаться дальше, мне, естественно, просто нужно ходить. Вот, способность переносить в двух руках появилась. У нас с вами полностью подрочены все нейронные связи. Вопрос заключается в другом. Могу ли я прямо сейчас... Давай еще раз. Перейти на другое поколение. Хм. У нас четыре генетические фиксации. И чтобы здесь зафиксировать, мне нужно пять. Ну, в принципе, это можно зафиксировать вот это. Вот это, вот это. При переходе на другое поколение мы с вами... Что мы с вами? Одну секундочку. Мы не меняем место расположения. Мы остаемся здесь же. Так что переходим на другое поколение. Все правильно. Да, сменить поколение. Все верно. Итак, у нас с вами максимально эффективное развитие нейронной сети. Ранние этапы на первом уровне выполнены. Так вот. Это у нас с вами становится как раз старый. Генетическая мутация, метаболизм проявляется. Секундочку. Где у нас с вами молодежь? Ладно, вот это сюда переложим. Это тоже там старик на самом деле, если не ошибаюсь. Старший особь в паре. Ну-ка. Друг мой. Вот, пожалуйста, взрослый особь. Вот у нас с вами взрослый особь. Ищем сейчас самочку. Ты самочка? Ты самочка. И ухаживаем за ней. Можно было бы попытаться сразу поискать самочку. Тому самцу или тем самцам. Но фишка в том, что, скорее всего, она довольно-таки далеко в лесу. И лучше было бы, на самом деле, зафиксировать, перейти дальше. На мой взгляд. Так будет просто проще. Естественно, сейчас с вами быстренько родим еще двоих детишек. И после этого отправимся дальше исследовать. А самцы и самки там должны были новые заспауниться. Потому что я уверен, что здесь есть ограниченное количество стаи. Ты не можешь себе сделать 100 обезьян. Маловероятно. То есть ты доходишь до определенного количества стаи. И они перестают просто спауниться. А прямо сейчас они будут появляться. Ты их можешь находить. Ну, нужно посмотреть, какое просто максимальное количество. Плюс мне интересно, какие мутации могут прийти. Давайте с вами это закрываем. Новый детеныш. Ну-ка. Без мутации. Хорошо, пошли еще одного. Опять же, нам во семье важны только, естественно, самочки. То есть, если есть хотя бы один самец, то можно продолжать род. Все будет хорошо. Детеныш с мутацией и двигательная функция. Вау, шикарно. Нужно будет посмотреть, что за двигательная функция. Может, нам немножко повезло. Хотя я сомневаюсь. Тихо. Закончили вылазку. Нам нужно детей подобрать. Это, на самом деле, довольно-таки сложно сделать. Раз, два. Хорошо, есть. И пошли еще молодежь искать. Молодежь вы где? Вот молодежь. Все остальные старые. Сейчас из молодых всего четыре. Это у нас с тобой самец. Жи. Где тебе самочку найти, а Жи? Где для тебя самочка здесь есть? Вон, самочка. Нет, подожди. Это как раз, понятно, у нее есть дети. Это старший особь. Самец. А, вон она сидит. Или это куст? Нет, самочка, все. Ты что так прячешься, а? Гир, пошли. Интересно, получится мутация какая-нибудь? Еще одна мутация? И опять двигательная функция. Ты посмотри, как классно. На самом деле, я в самом начале потерял несколько детенышей. Ну, то есть, они их не убили, а я из-за того, что переселился в другое место. А весь предыдущий трайп остался, там, первоначальными, как раз в поселении. Я потерял двух детенышей с мутациями. И из-за этого очень сильно затормозился в развитии. Потом перебрался в саванну. Еще хуже пошли дела. Больше мутаций нету. Нужно детишек подбирать. Детишек нужно подбирать. Хорошо. Пускай на самцах будут. Сейчас нужно перекусить. Я думаю, хвощ под это дело подойдет. Но, правда, хвощ нам еще пригодится с вами в будущем. В том плане, что мы с вами в следующем выпуске отправимся воевать. Сражаться там с орлом, с, не знаю, с кабанами и прочими. А, да, совершенно забыл про тебя, кокос. Давай-ка мы пока что сложим это дело здесь. Там можно будет, естественно, их вручную обработать. Точнее, снять их к кушуру. Естественно, съесть. Потом тихо. Я один раз, когда складывал кокосы, давно, очень давно, в самом начале выживания, вот так вот сложил кучи. У меня игру выбило с ошибкой. После этого я стараюсь больше не складывать. Соответственно, попьем воды. Вроде мы перекусили. Вот нам часу ягоды можно съесть. Секундочку. Ну что ж, я предлагаю на этом этот выпуск сегодняшний завершить. Я надеюсь, что понравилось. Мне кажется, так как-то более атмосферно, что ли, когда у тебя нету худа, когда ты вот должен полностью ориентироваться сам. Но вот единственное, что действительно, вот как раз достижение нужно оставить, потому что иначе можно что-то упустить, не заметить, отличиться и будет плохо. Ну, на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас они будут передавлены такие подробные, такие вот более подробные, чем раньше. Будем подробно все исследовать, подробно делать. И, естественно, пойдем зону за зоной, все полностью как раз проверяя, где что находится, какие достижения, какие пещеры. На этом все. Не забывайте подписываться, чтобы их не пропускать. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok